Добрый день! Мы с вами продолжаем наше обучение. И наш второй урок называется «Основные структурные подразделения». Как мы с вами на первом уроке говорили, чаще всего гостиничный бизнес и глэмпинги идут рука об руку. Поэтому на этом уроке мы будем сравнивать структурные подразделения отеля и глэмпинга и понимать, чем они друг от друга отличаются. Почему все-таки с отелями сравниваем? Потому что большая часть ваших сотрудников, конечно, будет из гостиничного бизнеса. И вы как управляющий, вернее, владелец бизнеса, вы должны будете понимать, в чем разница между тем, чему вас будут гуру хоспителити убеждать и что у вас будет реально по факту. Поэтому наши первых несколько слайдов будут посвящены именно некоторому сравнению отеля и глэмпинга. Так как бизнес маленький, огромное количество должностей реально совмещается. Огромное количество департаментов, которые призваны быть в даже небольших гостиницах, они объединены между собой. Например, их буду приводить, как это в действующих глэмпингах работает. Итак, в отеле есть такое подразделение, самое главное, самое основное. Оно называется служба приема и размещения. Фронт-офис в сетевых отелях, спир служба приема и размещения в российских несетевых отелях. По факту в гостинице это те люди, которые стоят за стойкой ресепшн, выдают гостям ключи, решают все их операционные вопросы, помогают им с доп.услугами, берут с них деньги за проживание, помогают им в каких-то нестандартных запросах, могут забронировать билеты в театр. Что такое служба приема и размещения в глэмпинге? Это человек, либо это управляющий, либо администратор. Я в последнее время проехала огромное количество глэмпингов действующих, и я понимаю, что в некоторых глэмпингах служба приема и размещения может замещать и второж, и официант, и администратор, и управляющий. И ничего глобально страшного на самом деле в этом нет. Все зависит от того, какой уровень бизнеса вы для себя представляете. Если вы претендуете на 4-5 звезд, то, конечно, это должен быть отдельный человек, который работает с гостями. Это должен быть либо администратор, либо управляющий. Если вы предоставляете просто палатку для проживания и не претендуете на какой-то высокий класс обслуживания, то вполне ключ может находиться в двери, и все вопросы может корректно закрыть и даже охранник. Если у вас хорошее 3-4 звездочное позиционирование, то тот человек, который накрывает завтраки, он может вполне показать и ваш глэмп, палатку, афрейм тем людям, которые заселяются. Но это просто должен человек, который понимает, во сколько заезжают гости, каким составом. Если все процессы организованы, то заселением вполне может заниматься, по сути дела, любой сотрудник глэмпинга, если он доброжелательный и дружелюбный. Но идеальная история, когда все-таки есть либо администратор, либо управляющий. Почему? Люди едут в глэмпинг, в гламурный кемпинг, и они претендуют на особый подход. Они понимают, что это не массовая гостиница, и они надеются на то, что им будет уделено отдельное внимание. То есть это персонализированный подход. Да, их не будут трогать тогда, когда они этого не хотят, но всегда помогут тогда, когда им это нужно. Поэтому человек, находящийся на территории, готовый прийти всегда на помощь, очень важен. И если мы говорим о сервисе, и он исторически вам важен, то такой человек должен быть обязательно. Вам не нужна обязательно стойка ресепшн. Рабочее место администратора, либо управляющего, может быть, где-то далеко в общежитии. Ничего страшного в этом нет. Совершенно спокойно, если администратор, либо управляющий с планшетом, с бумажкой ходит по территории, и знает просто, в каком домике будет жить какой гость. Совершенно как бы не страшно абсолютно, если даже у вас нет бумажки, и вы просто выдаете гостям ключи, показываете палатку, в которой они будут жить. Поэтому можно обойтись без стойки приема размещения, можно обойтись без специализированного рабочего места. Если у вас все-таки гламурный кемпинг, то должен быть человек, который персонально встретит гостей, покажет им все, расскажет, особенно если у вас есть нюансы и правила, то это очень важно. Служба эксплуатации номерного фонда, хаускиппинг она называется в иностранных сетях. Конечно, в условиях глэмпинга нужны и горничные уборщицы. Я бы не называла это какой-то огромной отдельной службой. Это те люди, которые находятся в прямом подчинении управляющего либо у администратора, либо у собственника. Да, по сути дела, это обычные горничные уборщицы. Ваша задача при операционном управлении грамотно организовать их рабочие возможности. Потому что пылесосы все довольно тяжелые, а пылесосить надо, приходится. Нет такого понятия, как тележка горничной. Это либо какой-то чемодан, либо это баги, на которых едет огромное количество тряпок и моющих средств. Моющие средства могут быть на самом деле как профессиональными, так и бытовыми, потому что огромное количество пятен нестандартных, которых в обычной гостинице не встречается. Поэтому при организации работы горничных я бы все-таки рекомендовала обратиться к тем людям, которые в глэмпингах уже работают, чтобы понять, какие моющие средства, тряпки и уборочный инвентарь они используют, что максимально комфортно, удобно и быстро использовать, какие пылесосы не забиваются иголками и шишками, с чем реально можно работать в условиях нестандартной локации, что быстро чинится и на что всегда есть запчасти. Это тоже очень важно. Поэтому в отеле, конечно, служба номерного фонда – это те люди, которые занимаются уборкой. В нашем с вами случае это тоже люди, которые занимаются уборкой самих палаток, глэмпов, куполов. И плюс уборщицы, которые занимаются уборкой общественных помещений, если они у вас есть. Если у вас есть общая зона, то ее, конечно, тоже нужно всегда пылесосить, нужно на диванах выводить пятна, нужно протирать стены, нужно внешнюю уборку делать, отмывать наши с вами глэмпы, если они все уже в смоле от сосны. Это все нуждается в вовремя обслуженном и обранном состоянии, потому что иначе вы потеряете свои материальные средства. Поэтому служба, я бы это не называла, служба эксплуатации, я бы говорила о том, что в штате у вас должны быть неравнодушные горничные уборщицы, которые будут просто любить и беречь то, что у вас есть. И, возможно, домашнего опыта в этом случае будет гораздо более достаточно, нежели профессионального опыта. Потому что, ну, вот эта история, когда убирай так, как бы ты убирала у себя дома, она встанет в приоритете, нежели как это принято в гостиничном бизнесе. То есть три раза постучать, два раза потоптать, прежде чем войти. Оно, конечно, важно и нужно, но даст вам меньший результат, если человек будет беречь и любить то, что вы купили и во что вы инвестировали. Служба общественного питания. Ну, опять же, в гостиницах это всегда отработанная история, поставленная кухня, там, не знаю, зал, обслуживание. В условиях глэмпинга это всегда непростая задача, потому что организовать кухню на некапитальных строениях всегда очень сложно. Это другие условия труда у людей. Это может быть кухня, организованная в палатке. Да, это норма, это работает и это приемлемо. Это может быть кухня, организованная в каком-то, не знаю, деревянном домике, продуваемом, неотапливаемом. Да, это тоже возможно. И это некие полевые условия, в которые вы берете работу с людей. Но самое главное об этом знать вам как собственнику и с людьми договариваться на берегу, в каких условиях они работают и в том числе живут, что тоже немаловажно. Поэтому организация ресторана, возможно, как показывает практика, можно и Мишленовский почти, что ресторан наладить в легко возводимых конструкциях и классную подачу организовать. Можно сделать столовку, можно заказывать кейтеринг. Все это рабочие схемы, они все возможны, все зависит от того, какой продукт вы продаете, какого результата вы от него хотите, какая цена у вашего продукта и насколько вам важна возвратность ваших гостей и имидж. Если вам не важно, то можно питание вообще не организовывать. Это не обязательная история. Например, вот я была буквально недавно на днях в Самаре, в Смолкино. У них предоставляется только проживание и некоторые доп. услуги. Есть площадка для того, чтобы можно было пожарить шашлык. И внутри глэмпов есть кухня. Люди могут готовить сами. У них нет ресторана, они задумали его, они откроют его в следующем году. Но вот предыдущие два года, два круглых года, два сезона больших, круглогодичный глэмпинг, они отработали без кухни и вполне себя комфортно чувствуют. Очень хорошая загрузка и по довольно приличным ценам продаются на уровне воскалчатого, велочного бизнес-отеля. Поэтому можно не организовывать кухню, можно ее организовывать, но если организовывать, нужно понимать, что вопрос не простой. Это дополнительный доход, но и дополнительные затраты, и дополнительные бизнес-процессы довольно сложные. Отдел продаж и маркетинга. Можно его иметь, можно его не организовывать продажами. В одном из глэмпингов, где я буквально недавно была в гостях, например, жена владельца продажами занимается. Почему бы нет? Это тоже вариант. Да, принимать заявки, ввести Инстаграм, собирать теплые лиды с сайта, обрабатывать звонки. Может совершенно не обязательно профессиональный человек, но тот человек, который знает продукт и влюблен в дело. Да, возможно у вас будут не такие высокие показатели в загрузке от вложенной рекламы, если вы не доверитесь профессионалам. Но опять же, та же дочка либо жена владельца может отдать рекламу на аутсорс в маркетинговую диджитал компанию, а сама собирать только звонки, лиды, отправлять welcome письма и делать фидбэк письма или фидбэк звонки. Поэтому продажи могут быть и непрофессиональными. В отличие от гостиничного бизнеса, в рекламе и в маркетинге огромное количество имеют соцсети, вес очень большой имеют соцсети, потому что для бизнес-отелей, даже для загородных отелей соцсети это больше имиджевая составляющая. Здесь это именно рычаг продаж. Соцсети дают огромное количество загрузки и посещение соцсетей гораздо выше, чем на самом сайте, несмотря на то, как правильно и грамотно может быть ваш ленд или сайт организован. Поэтому визуальная картинка, максимальная hospitality в желании продать и не обязательно суперпрофессиональный продажник может быть у руля глэппинга. Поэтому отдел продаж и маркетинга для отеля обязателен, какой бы он ни был большой или маленький, а вот в случае с глэппингом вы можете обойтись реально соцсетями и очень доброжелательным человеком, который будет на телефонной трубке и в переписке. Это может быть даже ваш родственник, почему бы и нет. Если вы возьмете еще профессионального продажника, который будет любить ваш объект, это будет еще круче. Административная служба бэк-офис, организованная в отелях, в глэппингах, на мой взгляд, самое эффективное, это когда у вас работает аутсорс на полставки. О чем мы сейчас говорим? Это, например, бухгалтерия, это юристы, которые могут просто под ваш заказ обрабатывать какой-то там отдельный договор и правки в договор вносить. Это может быть ваш бухгалтер из вашего какого-то параллельного соседнего бизнеса, который на полставки будет сдавать вам баланс. Либо это может быть компания, пример таких компаний мы с вами будем тоже рассматривать, которые вы можете просто нанять, и данная компания будет сдавать ваши годовые квартальные балансы и следить за проводками на ваших счетах и собирать вам закрывающие документы. Поэтому, на мой взгляд, держать большую административную службу отдельную не сильно рентабельно. Можно обратиться либо на полставки на аутсорс, либо в аутсорсинговые компании, которые вас будут обслуживать. В административную службу также входят закупки. Если у вас есть ресторан, то, к сожалению, без закупщика вам будет довольно сложно опойтись, потому что и бренд-шеф, и су-шеф будут давать большой объем закупок. Это всегда меняющиеся цены, это всегда работа с поставщиками. К сожалению, не избежать. Если у вас нет ресторана, то закупки можно глобально не организовывать, это можно положить на плечи управляющего. Финансовая служба. Это может быть, опять же, финансовая компания, это может быть на полставки человек из вашего текущего какого-то бизнеса, это может быть сам собственник, если вы очень хорошо разбираетесь в финансах, это может быть просто какой-то ваш знакомый, которому вы доверяете на периодическом финансовом контроле. Держать отдельно выделенную финансовую службу, на мой взгляд, тоже нерентабельно, но финансовые потоки отслеживать нужно обязательно. Каким образом и как это возможно, мы с вами отдельным уроком будем рассматривать. Вспомогательные и дополнительные службы, садово-парковые службы, транспортные, безопасность, СПА, в нашем с вами случае это штатные сотрудники будут каждый потихонечку брать на себя какой-то кусок работы. Там управляющий будет заниматься транспортными вопросами, управляющий будет закрывать вопросы, связанные с безопасностью. У вас будет, например, совмещенная ставка официанта, и он же может быть прокатчиком. У вас может быть человек, который является и дворником, и он тут же будет сажать вам мяту во дворе и быть одновременно садовником. Поэтому в глэмпинге, ввиду того, что бизнес небольшой, обороты небольшие, у людей огромное количество идет дополнительной нагрузки, которая обычно не связана в гостиничном бизнесе с должностными обязанностями. Поэтому ничего страшного в этом нет. Это рабочая схема, это нормально, когда официант может выдать САПы в аренду. Совмещение даже, казалось бы, несопоставимых должностей, это нормально. Практикуйте, это работает, и люди вполне готовы на чуть-чуть большее деньги брать на себя гораздо большее обязанности. Теперь пройдемся непосредственно по должностям. Я все-таки лоббирую тот вопрос, что собственнику нужен управляющий, и этот человек, который будет организовывать всю вашу операционную деятельность, а вы сверху будете смотреть на его ошибки и подправлять его извне. Да, этот человек будет заниматься набором обучения персонала, он будет составлять графики работы сотрудников, потому что это нужно обязательно, даже если у вас в штате 7 человек, то равно нужно понимать, в каком графике они работают, потому что если сезон, например, очень активный, люди замыливаются, устают, их надо силком отправлять на выходные, даже если они говорят, что мы не будем отдыхать, будем 30 дней подряд работать. Работать люди будут, они будут присутствовать на работе, но результат от их работы будет плачевным. Опять же, находясь в глухом лесу, запоев никто, к сожалению, не отменял. От этого тоже никуда не деться, и при отсутствии управляющего на месте, либо если вместо управляющего какая-то очень хоспителити девочка-администратор, но которая не может взять над су-шефом жесткий контроль, неизбежная история, когда вы упускаете из-под контроля свой персонал. Поэтому графики работы обязательно нужны, графики отпусков обязательно нужны, графики выходных обязательно нужны. Без этого никак, иначе вы не добьетесь хорошего уровня сервиса. Управляющие разруливают конфликтные ситуации. То, чего боятся чаще всего собственники при открытии глэмпингов, это что люди будут приезжать в эти палатки и просто заниматься попойками. И при этом конфликтов, к сожалению, не избежать. Чаще всего алкогольной лицензии ни у кого нет, алкоголь у всех с собой. Меры реально никто до конца не ощущает. Опять же, находясь в каких-то закрытых локациях, типа островов или гор, крышу сносят окончательно и бесповоротно, и людей нужно, гостей, корректно как-то вводить в состояние адеквата. Это сложно. И тут опять же идет на встречу управляющей, на помощь идет управляющий. Никакая охрана не способна вменяемо остаться корректным с гостем и при этом урегулировать конфликт. Это может сделать только высококвалифицированный персонал. Поэтому по факту такие ситуации есть. Они не часто, их не нужно прям глобально бояться, но они есть. Они есть в том случае, если у вас высокая загрузка и пересечение потоков. Если у вас еще не уехала свадьба, а уже заезжает корпоратив. Это пересечение потоков, даже если у них разные дни заездов. Если у вас у одной компании, которая сняла три палатки день рождения, а в соседней палатке живут гости с детьми. Даже если они разнесены на разные части вашего лагеря, это все равно пересечение потоков где-то в точках питания, где-то в точках дополнительных услуг. И вы не хотите, чтобы дети, семейный отдых пересекался с отмечающими день рождения, как бы адекватно они себя не вели. Поэтому управляющие, разруливающие конфликтные ситуации нужно обязательно. И надеяться на то, что это может сделать девочка-администратор, на самом деле лучше не стоит. Решать технические вопросы. Для чего еще нужен управляющий? Потому что огромное количество мелких вопросов, именно технических. Где-то узлы развязались, где-то что-то подгнило, где-то водопровод неисправен, где-то генератор неисправен, где-то бензин не тот завезли, где-то что-то не заводится. Очень много мелких вопросов, которые нужно оперативно решить, и у вас все будет работать как часы. Они возникают на ежедневной основе, и хорошо, если это решает высоко квалифицированный персонал, не тратя на это ваши дополнительные деньги. Закупки. По закупкам, я говорю, если у вас есть ресторан, то это огромное количество больших листов на закупку. Даже если он у вас не представлен в форме а-ля карты, если у вас даже сеты, и даже если они все отработаны, все равно закупки делать нужно. Они всегда большие, их нужно правильно, грамотно хранить, вовремя привозить. Если у вас даже нет ресторана, то все равно нужно закупать косметику, нужно закупать много технических каких-то обеспечивающих снипов и зипов. Нужны всегда запасы лампочек, запасы каких-то батареек, запасы дополнительных шнуров и проводки, потому что все это выходит периодически и строя, находясь на природе. Управляющий будет заниматься расчетами и отчетами. Мы должны понимать и движение денежных средств, и что у нас в будущих периодах по доходам, что по приходам для того, чтобы те же самые закупки сделать. Ну и управляющий будет на месте принимать те проверяющие органы, которые к вам, к сожалению, к большому, но все равно когда-нибудь придут. Это и лесфонд может быть, и водоохранная может быть служба, это могут быть егеря, это могут быть ФСБ и МВД. Огромное количество проверяющих структур в Российской Федерации, это могут быть пожарные, это может быть Роспотребнадзор, это наша санэпидемстанция, это может быть кто угодно из налоговой спросить у вас, что у вас здесь вообще происходит, даже в вашем лесу эти все люди могут оказаться. Да, как пример, например, на Алтае, это пограничная зона, и постоянно прилетают вертолеты с пограничниками, которые просят всех ваших гостей достать паспорта, они дождутся всех, пока ваши гости спустятся с гор, которые ушли на трекинг, для того, чтобы проверить, насколько легитимно здесь люди находятся, поданы ли их списки в МВД. Хотя вроде бы ты в горах, в палатке, и при чем здесь МВД, МЧС и ФСБ, но находясь, например, в приграничной зоне на Алтае, эти проверки неизбежны, и нужно понимать, что это тоже нужно правильно организовать и с этих людей правильно встретить. Да, я не говорю, что их нужно там чаем поить и кормить, но правильно, грамотно встретить, не с противостоянием, дать им только нужную информацию, правильную их поведение тоже контролировать, это тоже очень важно, и это должен быть высококомпетентный человек. Либо вы, как владелец бизнеса, можете заниматься этим сами. Такой функционал лежит, на мой взгляд, на управляющем, это правильная нагрузка, она оправдана. Поднимая вопрос того, сколько такой человек в среднем стоит на рынке, от 60 до 150 тысяч, в зависимости от того, в какой локации вы находитесь, в зависимости от того, насколько глубокий функционал вы на него воскладываете, в зависимости от того, насколько большой у вас объект, насколько большой у вас штат. Разброс большой, но за 60, понятно, что это будет молодой энтузиаст, который будет только нарабатывать опыт, и есть велика вероятность, что как только он его наработает, он от вас бежит. За 100 это будет хороший стабильный управленец, но он не готов будет, например, мириться с условиями жить самому в палатке. За 150 это будет человек, который будет понимать, что ему компенсированы неудобства, и при этом он нарабатывает в себе опыт управляющего в нестандартных условиях. Чаще всего, конечно, это довольно бравая активная молодежь, потому что я не представляю себе, не знаю, 55-летнюю управляющую из 4-звездочного отеля, переехавшую в палатку, комфортно себя там ощущающую. Вам очень важно, чтобы человеку было это по кайфу, и он этот драйв дарил и гостям, и своим сотрудникам. Поэтому да, бизнес молодой, и управленцы молодые, поэтому управленческие компетенции среди молодежи развивая, давая им шанс развиваться самим, развивать ваш бизнес. Но понимать нужно, что любой молодой управленец – это всегда человек, требующий вашего, в том числе, контроля. Администратор. Администратор – это тот человек, который дает настроение, атмосферу вашему предприятию, вашему глэмпингу, вашей площадке. Это душа площадки, я прямо так опишу в своей презентации. Это основной носитель вашей философии и создания настроения для гостей. И это не нюансы, написанные на бумаге. Все сейчас существующие глэмпинги, они несут за собой свою философию. Я, например, была в гостях в глэмпинге Вилли Улей. У них очень бережная философия, бережная не только к природе, как это принято, бережная к непосредственно гостю, к его тишине, к осознанию. В каждом куполе находятся коврики для йоги, есть книги для самопознания, есть свечи ароматизированные. То есть это философия, максимальная тишина. И то, какие правила, и то, для чего люди едут именно в этот глэмпинг, доносит именно администратор. То welcome-письмо, которое высылал мне администратор, несло в себе очень четкое понимание, зачем туда едут люди. И до того, как я туда поехала, я совершенно точно понимала, зачем я туда еду и на что я тут настраиваюсь. Что у меня не будет экшена, что у меня не будет никаких веселых развлечений, что не будет, не знаю, залихватской музыки. Я не смогу, не знаю, побегать и попрыгать. Я еду туда для релакса, для того, чтобы отстраниться от социума и просто побыть самой собой. Это философия данного глэмпинга. Если взять, например, лес и море, то там огромное количество реально развлечений. Там может быть довольно динамичная музыка в welcome-зоне. Там есть возможность поиграть в бадминтон. Там могут быть визжащие дети. Там нет глобальной тишины. Там люди возле костра не просто жарят маршмеллоу. Они могут петь песни под гитару, либо включить музыку и под эту музыку сидеть у костра. Это совершенно другая философия. Она не предполагает турецкого развлечения с аниматорами, но она все-таки более динамичная. И тот администратор, который находится на месте у леса и моря, он эту философию точно так же доносит до гостей, что у нас правила такие-то, и это можно, а это нельзя. Поэтому для того, чтобы правила в вашем глэмпинге соблюдались, чтобы та философия отдыха, которую вы заложили в свой объект, соблюдалась, конечно, нужен администратор. Это работа с гостями в гостеприимстве, в гостиничном бизнесе. Эти люди называются guest relations, и в нашем случае это тоже можно называть администратор guest relations. Человек, который всегда до заезда с гостем связывается, он встречает гостей, он размещает гостей, он разъясняет все правила и нюансы. Например, в Виле Улей заранее предупреждали о том, что у них генератор выключается в 23.00, и администратор нам при заселении говорил о том, что вы должны успеть до этого времени зарядить свои ноутбуки, зарядить свои телефоны, потому что я, например, всегда телефон ставлю на ночь. То есть мне нужно было спрогнозировать это заранее, и то, как мне это доносил администратор, мной воспринималась норма это или нет, что это не правила, которые меня в чем-то ограничивают, а это то, о чем меня заранее предупреждают и очень корректно просят, чтобы мне потом было комфортно, чтобы мой телефон вовремя зазвонил будильникам и не сел за ночь, как я к этому привыкла. Это человек, который предлагает услуги. Все, что есть на территории, может быть платным, может быть бесплатным, но рассказать о тех услугах, которые есть на территории вашего лагеря, соответственно, тоже может администратор. И это связно между гостем и всеми службами 24 на 7, все-таки находясь в лесу, потребности могут быть разные, можно пораниться, может понадобится банально зубная паста, может быть человек заблудится банально в лесу, поэтому чаще всего есть некий либо WhatsApp, либо телефон, с которым можно 24 часа в сутки с администратором быть на связи. И да, беря человека на работу даже на 12-часовой рабочий день, вы будете говорить ему о том, что гости будут вас беспокоить и поздно ночью, и рано утром, потому что какие-то нестандартные обращения будут. Да, это не будет на постоянной основе, но обращения будут, и нужно людей к этому реально готовить, ваших сотрудников. Поэтому, на мой взгляд, управляющий и администратор – это совершенно две разных должности. Их можно совместить. Да, администратор может на себя взять функцию, вернее, управляющий может взять на себя функцию администратора, но вот администратор функцию управляющего вряд ли на себя возьмет. Поэтому, если вы разграничите эти две должности, да, это будет довольно сильная нагрузка на вход, но это отобьется именно в услугах по сервису, в сервисе, да, в ощущениях заботы о гости и в правильной организации работы вашего непосредственного лагеря. Поэтому мой совет уже именно на практике, да, там, проб и ошибок, что все-таки должен быть и управляющий, и администратор. Управляющий больше коммуницирует с вами, как с собственником, и с персоналом. Администратор наибольший коннект ведет с гостями и организовывает их отдых, даже если он максимально уединенный. Номерной фонд горничный. Задачи, которые стоят на этой службе. Уборка палаток, уборка гостевых зон, уборка территорий, даже если вы находитесь в детственном лесу, все равно кто-то где-то бросил бумажку, кто-то где-то что-то оставил. Даже если вы не убираете за лошадями, которые гуляют по вашей территории, все равно разгрести, расчистить дорожку по общественному пути в любом случае придется. Уборка хозяйственных зон, да, и кухню, и санузлы, и общественные туалеты все равно все нуждаются в уборке. Складки и помещения. Есть помещения, где вы что-то храните, и это все тоже должно быть периодически убрано. Чаще всего на горничных точно так же стоит учет материальных средств, потому что и ваши ведра, и ваши тряпки, и моющие средства должны быть учтены. Да, у вас должна быть обязательно заведена некая система учета, сколько она взяла моющих средств, сколько у нее на конец смены их осталось, сколько у вас еще осталось на конец недели до закупки, нужны ли эти закупки или нет. Воспринимать горничных как сотрудников, которые просто с метлой ходят по территории, совершенно точно нельзя. На них очень большая ответственность не только по чистоте, но еще и по учету материальных средств и по учету расходников. Эти люди точно так же должны быть неравнодушными, должны любить ваш объект, любить гостей, и на самом деле осознавать, что на них правда большая ответственность за их работу. Кухня плюс обслуживание и того равно ресторан. Тема сложная, тема не всегда рентабельная, именно если взять отдельно взятую службу, но в 99% рентабельная, если брать полностью окупаемость бизнеса. Всегда при продаже путевок, конечно, они становятся гораздо более дорогими, когда мы включаем в них питание. Не всегда рентабельно, если мы предлагаем только завтрак и дополнительно докупить а-ля карт. И имеют место быть проекты, в которых есть только проживание, но нет ресторану. Возможно, все три варианта, но в том случае, если вы все-таки решитесь организовывать ресторан, то вы должны понимать, что две отдельных службы – это кухня, там, где люди готовят, и обслуживание – это то, что происходит в вашем зале, вынос блюд, прием заказов и поддержание правильной частоты натирка приборов непосредственно в зале. Для того, чтобы организовать ресторан, нужна довольно большая штатная структура. Моя рекомендация все-таки иметь бренд-шефа, который вам, находясь даже не обязательно на месте, отработает меню калькуляционной карты. Вы вместе попробуете то, что вам предлагают, входит ли в это в вашу философию и вписывается ли это в ваш концепт. Мое видение, что бренд-шеф должен выехать на площадку и стартовать с продуктом, научить с у-шефа правильному позиционированию, правильной выкладке. И дальше задача бренд-шефа – периодически контролировать, соблюдаются ли косты, правильно ли ведутся закупки, периодически, может быть, фотоконтентом контролировать, контролировать, как ведется выкладка, как правильно ведется бракираж и периодически вводить какие-то новые сезонные меню. Это задача бренд-шефа. Это может быть наемный человек, который, я говорю, отработает для вас одноразовый, будет на удаленке контролировать то, что он ввел в работу. Бренд-шефа можно взять, конечно, и в штат. Тогда это будет, конечно, очень круто, здорово, красиво, но не всегда рентабельно. Поэтому вот аутсорсинговая история с бренд-шефом, который будет вас контролировать, на мой взгляд, самое правильное. Многофункциональные повара. Понятно, что в условиях гостиницы они всегда разделены на холодный цех, горячий цех, отдельно пекут, отдельно жарят, отдельно парят, отдельно варят. В нашем случае, конечно, мы не можем себе позволить огромную штатку, поэтому все повара у нас чаще всего многофункциональные. У меня здесь же указаны помощники повара-коренщики. Коренщики – это те люди, которые чистят морковь, картошку. В условиях глэмпинга чаще всего тот же многофункциональный повар, он же является и помощником повара, он же является и коренщиком. Может быть так, что посудомойка является коренщицей, а ваш многофункциональный повар только готовит. Тут возможны различные варианты совмещения. Если у вас есть бренд-шеф, он вам эту штатку правильно организует. Если у вас нет бренд-шефа, то вы можете методом проб-ошибок вместе с су-шефом, с поварами попробовать это все отрегулировать. Посудомойка. Обязательно функционал, без этого никуда не справится, ни один повар посуду мыть не станет. Может быть, какие-то свои большие кастрюльки за собой готовы будут помыть, но по сути дела вряд ли. Да и это не очень правильно, конечно, чтобы повара у нас с вами мыли посуду. Поэтому есть такие люди, которые должны поддерживать чистоту и непосредственно на кухне, и заниматься мойкой посуды, и той посудой, в которой готовят кухни, и той посудой, которой пользуются наши с вами гости. Даже если у вас нет проточной воды, даже если вы работаете на каких-то завозных бойлерах, даже если у вас не очень хорошая скважина, все равно посудомойки не избежать, и в любом случае найдется та посуда, которую придется мыть. Есть посудомоечные машины, но в любом случае кто-то должен в нее загрузить, кто-то из нее должен разгрузить, кто-то это должен посушить и выставить на то, чтобы повара делали на нее раскладку. Кто-то должен мыть плиты, кто-то должен мыть пол на кухне. И функционал этот очень большой, без посудомоек не спрятаться, не открыться и хорошо сработать не получится. Бухгалтер-калькулятор – это может быть аутсорсинговая компания, либо специализированная программа, мы будем это с вами обсуждать дальше. Это может быть ваш бухгалтер, который везет в вашу бухгалтерию, в том числе калькулировать затраты, связанные с питанием. Но если у вас этого нет, то вы не сможете должным образом контролировать воровство, списание и правильный расход продуктов. Расход продуктов чаще всего занимает очень большой бюджет, поэтому лучше потратиться на бухгалтера-калькулятора на аутсорсе, который будет стоить 30 тысяч, нежели потерять на продуктах больше 100. Опять же, бухгалтер-калькулятор может быть на удаленке, он может периодически просто контролировать соблюдение той калькуляции, которую сделал бренд-шеф, и периодически просматривать закупки, и вы тогда потратите на этого специалиста 15-20 тысяч рублей в месяц. А может быть у вас полноценный бухгалтер-калькулятор, который и закупщика будет вашего контролировать, и тендеры смотреть, и калькуляционную карту подробно проверять. Поэтому мой совет такого человека в штате обязательно иметь. Вернее, даже не обязательно в штате, может быть в штате, может быть на аутсорсе, но при организации работы кухни такой человек быть должен. Старший официант, официант и бармен. В том случае, если вы все-таки продаете алкоголь, независимо от того, с лицензией или без, то бармен, конечно, желателен, но не обязателен. Старший официант – это тот человек, который поможет управляющему правильно расставить силы с официантами, и он обязательно нужен в том числе, если у вас проходят различные мероприятия, то, конечно, без старшего официанта не справиться. Если у вас нет свадеб, нет банкетов, нет майс-мероприятий, нет кофебрейков, то, в принципе, можно силами официантов справиться. Опять же, есть схемы, при которых, например, в работе глэмпинга нет администраторов, но старший официант берет на себя функционал администратора, он встречает гостей, он их заселяет, и он же организовывает работу официантов. Такая схема тоже рабочая, она возможна, поэтому наличие барменов и старших официантов зависит от того, как выстроена ваша кухня, как выстроен ваш бар и какие услуги вы продаете. На моем слайде представлено максимальное штатное расписание по предложенным должностям. По количеству людей, конечно, нужно смотреть под каждый объект и под то, какие услуги вы заложили в продажу непосредственно вашего глэмпинга. Бэк-офис. Отдел продаж маркетинга, ревеню менеджмент, IT, бухгалтерия, снабжение, кадры. Понятно, что вроде бы без этих людей и можно обойтись, а вроде бы и нельзя. Тут нужно вам принимать внутреннее соломоновое решение, без кого вы готовы обойтись и без кого нет. Как мы с вами уже обсуждали на первых уроках, что отдел продаж может быть заменен и вашим каким-то сотрудникам, плюс аутсорс на диджитал маркетинг, либо это может быть организованный отдел продаж, который постоянно принимает звонки, обслуживает все входящие запросы от гостей. Это может быть администратор, который находится на месте, но тогда общение с гостями у него будет прерваться постоянными звонками. Все, что касается ревеню, можно взять программу, которая будет помогать вам выстраивать ревеню, можно взять на аутсорсе ревеню менеджера, можно интуитивно самим выстраивать ценообразование, так как вы это как собственник видите на основе конкурентного анализа либо своих собственных затрат. Об этом мы подробнее тоже поговорим на следующих уроках. IT. Инфраструктура по раздаче Wi-Fi, по работе программ, которые нужны для учета, она на самом деле есть. И этого тоже никуда не избежать. Поэтому IT-вопросы возникают, но держать IT-шников в штате, наверное, все-таки тоже не сильно рентабельно. Поэтому вам нужен специалист, который периодически будет помогать вам закрывать какие-то возникающие IT-вопросы. То есть это некий человек на аутсорсе, который по заказу при возникновении проблемы готов будет подключиться, решить, получить за это вознаграждение, за долю малого и справедливого, отработать ваш вопрос и ждать следующего вопроса. Бухгалтерия может быть собственная, может быть аутсорсинговая. Отдел снабжения тоже может быть организован именно прям как отдельный человек, который занимается снабжением. В том случае, если это связано с закупками продуктов, чаще всего этого не избежать. И чаще всего под этого человека нужен будет еще и транспорт, либо этот человек должен быть с транспортом. Ну и кадры. Вы можете обратиться в кадровое агентство подбора, можете подбирать сами, либо может подбирать управляющий, в зависимости от того, какая у вас внутри схема, как у вас выстроена внутренняя структура, возможно, все варианты, и все они являются рабочими. В гостинице, конечно, всегда этот бэк-офис есть. В условиях глэмпинга все эти отделы могут быть распределены в нагрузку кому-либо, либо отданы в аутсорс. Дополнительные услуги. Конечно, просто проживание. Людям чаще всего хочется что-то на месте еще получить, кроме проживания в сфере либо в палатке. И чаще всего люди готовы за это платить, потому что та целевая аудитория, которая едет отдыхать на сегодняшний день в глэмпинге, это довольно обеспеченные люди, для них нужен просто какой-то новый, интересный экспириенс, и наполнить его какими-то еще дополнительными впечатлениями всегда хочется. Поэтому постепенно, чаще всего, уже на какой-то период времени существования в глэмпингах появляются дополнительные услуги. Это могут быть бани, и тогда вам нужен будет банщик. Даже если он не парильщик, то все равно баню кто-то должен правильно вовремя затопить, вовремя остановить топить, понимать, сколько нужно дров, какие нужны масла, что можно использовать, можно ли использовать веники, либо они испортят вам полы и настилы. Поэтому человека, который будет называться банщиком при наличии бани, вам не избежать. Эта штатная единица вам совершенно точно пригодится. Отдать это кому-то в дополнительную нагрузку, к большому сожалению, по моему опыту не получается. Гиды. В том случае, если вы находитесь в какой-то интересной локации, либо в национальном парке, либо у вас есть какие-то горные тропы, если у вас есть пешие возможности, то тоже очень хорошая и правильная идея, чтобы у вас в штате были гиды. Это люди, которые правильно проведут людей по тропам, либо по трекингу, вернут вам их живыми и здоровыми назад. Да, и плюс это те люди, которые будут данный маршрут делать интересным, а не просто люди прошлись по кустам и буеракам, вернулись обратно с клещами, и при этом не получили никаких впечатлений. Аниматор. В зависимости от того, какой у вас концепт, насколько вы предрасположены, не знаю, к активным развлечениям, насколько много у вас детских развлечений, возможно, это тот человек, который организует доход ваших, досуг ваших гостей. Поэтому тут, в зависимости от вашей философии, от концепции, возможно, этот человек у вас может появиться в штате. Спортинструктор. Если вы находитесь на воде, если у вас трекинг, либо горное восхождение, то такие люди тоже могут появиться у вас в штате, они могут учить плавать на сапах, они могут вас учить правильно сплавляться на каяках и лодках, они могут водить вас в горы. Поэтому такой человек тоже может появиться, и не всегда это приносит дополнительный доход, но это обезопасивает и делает более интересным отдых ваших гостей. Человек, который занимается прокатом, огромное количество сейчас глэмпингов с различными домашними животными, поэтому нужен человек, который за ними ухаживает, кормит их правильно, за ними убирает. Это может быть ферма, это может быть свободный выпуск и выгул, но в любом случае должен быть человек, который за животными ухаживает, и там либо это фермер, либо это какой-то дворник. У всех у нас всегда есть некая территория, даже если она глухая, и даже если она в каком-то лесу, либо в горах, всегда есть люди, которые за этой территорией ухаживают, и их можно назвать техническим персоналом, либо садовниками. Поэтому где-то вы, может быть, захотите посадить малину, где-то вам захочется, чтобы был красивый цветник для фотозоны, а где-то вам захочется, чтобы наоборот гости не заходили, и это были какие-то дремучие леса для того, чтобы это было более колоритно. Поэтому все равно есть в штате люди, которые ухаживают за территорией. Я говорю, это может быть технический персонал, это может быть прям садовник, который будет вокруг ваших палаток высаживать красивые цветочки и кустики. Дополнительных услуг, на самом деле, может быть великое множество в зависимости от той локации, где вы находитесь, от их рентабельности, от ваших возможностей и от того, насколько философия предполагает дополнительные услуги. Все рассматривать не будем, но если кому-то будет интересно, можно отдельно сделать урок именно по доп. услугам, какие из них рентабельные, какие стоит вводить, и что по опыту из этого дает и финансовый, и имиджевый результат. Инженерная служба обеспечивает беспереборную работу технических средств, занимается ремонтом инженерных систем, сооружений, оборудования. Этих людей можно называть техниками, хаусменами, разнорабочими. От этих людей не то, чтобы никуда не деться, от этих людей зависит техническое состояние, весь функционал вашего объекта. Поэтому чаще всего этих людей довольно много в штате. Это те люди, которые грязное белье носят в тяжелых тюках. Это те люди, которые разгружают машину, когда привезли продукты. Это явно делают не поварада, потому что это тяжелый технический труд. Это те люди, которые заправляют ваши биотуалеты. Это те люди, которые выбрасывают мусор. Это те люди, которые чинят то, что вышло из строя, какие-то мелкие вопросы решают. Это те люди, которые заправляют ваши светильнички, если они работают у вас на керосине. Поэтому огромное количество мелких вопросов, которые решают именно инженерная и техническая служба. Если у вас есть возможность иметь в штате высококвалифицированного, хотя бы среднего уровня инженера, это будет очень хорошо и полезно. Это большая экономия в ваших материальных средствах. Если такой возможности нет, то это может контролировать управляющий. Но в любом случае технических сотрудников в штате должно быть как минимум трое, даже если у вас там три или четыре всего лишь палатки. Как я говорила в начале наших уроков, без транспортных средств не обойтись. Поэтому вам нужен будет и водитель, и если у вас есть лодка, то капитан лодки. Это те люди, которые должны быть обязательно в вашем штате. Объясняю почему. Потому что материальная ответственность за лодку или за ваш автомобиль должен нести человек, который находится в вашем штате. И спросить с него с юридической точки зрения за то, что он разбил вашу лодку либо покалечил вашу машину, можно только в том, случае, если он у вас в штате. Поэтому можно не брать в штат управляющего, но нужно обязательно взять в штат водителя либо капитана лодки, потому что материальные средства будут спрашиваться с них. Поэтому это те люди, которые за ТО отвечают, это те люди, которые распределяют нагрузку на данных транспортных средствах, те люди, которые ухаживают за вашим автомобилем, либо за вашей лодкой, либо за баги, меняют в нем масло, следят за тем, чтобы это вовремя обслуживалось и функционировало. Орг-структура на самом деле в глэмпингах всегда довольно простая, независимо от того, управляете вы сами, либо у вас есть управляющая компания. Понятно, что во главе всего стоит либо управляющий, либо владелец, под ним чаще всего аутсорсинговый, сереньким выделены бухгалтер, юрист, IT-специалисты, возможно, какой-то у вас ландшафтный дизайнер. Под функционалом управляющего находится бронирование, продажа и маркетинг, и дальше ему, соответственно, вместе подчиняются администратор, бренд-шеф, либо шеф-повар, либо су-шеф, и вся ресторанная служба, соответственно, дальше идет либо через шефа, либо напрямую в подчинение управляющего, и дальше все линейные сотрудники находятся тоже в прямом подчинении управляющего, это горничные, техники, официанты, гиды, прокатчики, ну и, не знаю, банщики и так далее, если вы решите взять их в штат. Поэтому, по сути дела, у вас есть один организатор сверху, это управляющий, и дальше, независимо от того, аутсорсинговое, либо прямое управление, все остальные службы находятся непосредственно под управляющим. К примеру, орг структура очень простой, ничего в ней сложного нет, как бы обычное управление, вы спрашиваете с вашего управляющего, он, соответственно, организовывает все остальные процессы. Опять же, глядя на эту структуру, вы понимаете, что если вы возьмете управляющего за 30-40 тысяч, то вряд ли с него можно будет спросить и за бронирование, и за маркетинг, и за работу техников, и за работу гидов. В том случае, если у вас высоко квалифицированный, классный, ориентированный сотрудник, хотя бы с зарплатой, не знаю, там 120 тысяч, то вы реально можете с него спросить и знания, и компетенции во всех этих областях. По тому, из каких структур состоит наш бизнес, мы сегодня активно прошлись, основные структурные подразделения рассмотрели. Конечно, есть нестандартные какие-то, например, на Алтае подразделения, где у вас будет куплен и вертолет, и у вас будет штат Крю, да, в вашей оргструктуре, но это уже отдельно взятые, нестандартные примеры, их нужно рассматривать, конечно, отдельно. Если брать обычную оргструктуру, то по всем нашим стандартным департаментом мы прошлись. Надеюсь, понимание того, как должна быть выстроена структура управления в глэмпинге мы сегодня заложили. До встречи на следующем уроке. Спасибо.